Всем зрителям и подписчикам нашего канала привет! С вами Дмитрий и канал В Деревню. Сегодня у нас будет такой выпуск, особый, посвященный нашим домашним животным, в частности, собаке Чари. Все дело в том, что 7 января этого года, уже 2018, нам на почту пришло письмо от наших подписчиков, ребят, которые живут в Иркутской области, а точнее под самим Иркутском, и которые, так же, как и мы, перебрались на землю и ведут практически деревенский образ жизни. Зовут ребят Настя и Михаил, и вот на почту пришло вот такенное письмо, нам такое, оно носит личный характер, но в этом письме есть еще пара таких вот заморочек интересных. Дело в том, что ребята, так же, как и мы, держат собак, вот, и собака, как я уже рассказывал, рассказывал и показывал неоднократно, у нас собака живет на цепи, как 99% всех деревенских собак, о чем я тоже снимал уже видео специальное, вот, и в связи с этим, то есть, когда собака живет в замкнутом пространстве, будь то это цепь, будь то это вольер или даже квартира, у собаки неизбежно наступает такое состояние ступора или отупения, когда вот уже все как бы ей известно, весь этот пейзаж давным-давно знаком, все уже перенюхано, все уже пересмотрено, и как бы никакой новой информации извне не поступает. Двигательной активности большой нету, вот, и поэтому есть нужда собаку немножко нагружать какой-то интеллектуальной активностью, вот, то есть, предоставить ей какую-то игрушку, ну, такую, чтобы она ее там не сгрызла, не съела за 5 минут, а чтобы эта игрушка была ей непрерывной, постоянно интересной. Есть, конечно, всякие магазинные варианты игрушек, игрушек, в частности, вот фирма Конг делает игрушки, ну, это как бы все стоит денег, это надо где-то искать, покупать, подбирать, ну, и, в общем, проще зачастую сделать какую-то свою доморощенную игрушкой. Вот, ребята подкинули пару заморочек, чем они развлекают своих собак. Нам очень понравились, ну, в частности, одна игрушка точно понравилась нам простотой своего исполнения. Насчет второй мы подумаем, может, воплотим ее в жизнь второй вариант, это такой будет головоломка такая, лабиринт. Но вот одна из них сегодня как раз о ней хочу рассказать, то есть мы ее сделали. Настя, Михаил, привет вам от нас с Диной и Ильей. Вот, вы, наверное, подумали, что мы все уже забыли, но нет, вот, вот, хочу явить такой кубик Рубика для собаки. В чем, значит, суть, из чего и как тут сделано? Это кубик, сторона которого составляет 17,5 сантиметров в нашем случае. То есть мы плясали от размера доски. Сосновая доска, обрезная была у меня тут, обрезки такие, я из них собрал вот такой вот кубик. В кубике, как вы видите, просверлено одно отверстие и второе отверстие. И внутри кубика что-то брякает, а брякает там, ребята, собачий корм. Вот такие вот гранулы. То есть мы специально купили собачий корм, наш собак, в принципе, ест кашки, которые мы и варим на базе геркулеса, рисовой муки и всяких мясных субпродуктов. А в этом случае мы просто купили именно вот под эту игрушку. То есть кубик здесь собран как по принципу свастики, одна вот доска нахлёстывается на следующую и так далее, вот так по кругу. То есть чтобы образовался не прямоугольник, а именно кубик. И далее вот эти промежутки уже, отверстия, под них вырезаются квадратики. В общем, размер такой, два с половиной сантиметра, это же толщина вот этой доски, 25-ка так называемая, 150 миллиметров, ее ширина. То есть суммарно это вот как раз получается 17 с половиной. Почему такой большой? Это сделано для того, чтобы собака не могла его схватить пастью. Вот наша чара, собачка крупная, она его схватить пастью не может, чтобы она не могла его таскать, грызть. Вот. То есть сюда насыпается корм, делается два отверстия. Отверстия сделаны небольшие, в данном случае у меня 20 миллиметров. Ну, я хочу сказать, что даже великовата. Суть в том, что, значит, кладем собаке этот кубик, собака его нюхает, чует, что там что-то есть. То есть предварительно я этот корм дал живьем, то есть чтобы она его распробовала, разнюхала. Она как бы это запомнила запах. После этого я его поместил в кубик и даю собаке. Собака понимает, что там что-то есть, и это что-то надо как-то вот умудриться достать. Она его пробует хватать, он не берется. Она его там грызть не грызется. Тогда она начинает его шурудить лапой, поддавать носом. В общем, и вдруг в какой-то момент кубик переворачивается нужной гранью, и из него выпадает корм. Собаку это очень заинтересовывает. И, в общем, игра продолжается, пока она не съест. Несмотря на то, что вроде бы казалось посередине сделаны такие-то отверстия, тем не менее, собака умудряется оттуда вытаскивать все до последней гранулы вот этого корма. Вот. Такая вот интересная головоломка. Но я думаю, наверное, любопытно вам будет посмотреть в деле ее. Сейчас мы, наверное, ее продемонстрируем. Вот. Чарл выявляет хвостиком, подтягивается, разминает косточки. Да, Чарл? Ай, собака моя, полопатка. Выдаем. Губик. Держи. Собака уже не теряется. Надо сказать, что она виляет хвостиком на протяжении всей игры с ним. Оп. Награда. То есть, помогать ей не надо. Она очень даже сообразительная. Буквально с первых минут собака врубается. Как добывать из него корм. О, жирненько как. В общем, этот уровень собака освоила в полной мере. Я думаю, что следующий уровень будет либо уменьшение отверстия до размера чуть больше гранулы вот этой. Либо затыкание второго отверстия. То есть, чтобы осталось только одно отверстие. Тогда кубика будет хватать на дольше. Потому что она очень быстро сообразила, что работает только две грани здесь. И, в общем, разделывается с этим кубиком за считанные минуты. Лишних движений не делает. Да. Ну, в общем, расставим собаку, наверное, в покое. У нас еще один персонаж есть, который обойден сегодня вниманием. Это, конечно же, наш Мурзон. Все дело в том, что наш подписчик из Санкт-Петербурга, Саша Лапин, прислал Мурзону вот такой персональный подарок. Корм для кошек с курицей в соусе. И вот он, собственно, персонаж, которому подарок этот предназначен. Чуешь, Мурзон? Итак, вскрываем содержимое. Сам бы ел. Мурдик оживился. Почуял неладное. Ну, подадись вдруг. Тихо, тихо, тихо. Смотри, как уделался. Мурзон, нельзя же так к еде относиться. Дико. Держи. Вот. А это тебе на ужин оставим. Баночку. Надо сказать, Александр нам дал колбасу, которую не ест его домашний кот. Существует такое мнение, что если кот не ест колбасу или кошка домашняя, то, значит, колбаса, типа, не фонтан, есть ее не стоит. Мурзон разрушил этот миф. Когда ему дали эту колбасу, он ее убрал, наверное, минуты за три. Кого там? Ну, довольно-таки быстро он этот кругляш убрал. И потом вел себя, как кот после валерьянки. То есть он мурчал в голос, просто пел песни, потом падал на спину, валялся там. В общем, вел себя очень... неприлично, да, неадекватно, я бы сказал. Ну вот, ешь, ешь. Что там у нас, значит, с курицей в соусе? Отлично. Это тебе будет на ужин. Ну вот, наверное, на этой ноте попрощаемся с вами. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»